Опальная корпорация Huawei официально представила новую линейку флагманских смартфонов, R50 и R50 Pro. И главная неожиданность, если не сказать сенсация, спряталась в самом конце презентации, в будничном перечислении цены версии, часть телефонов будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. То есть Huawei, который из-за американских санкций лишился доступа к большинству западных технологий, начиная от гугловской версии OS Android и до возможности печатать процессоры собственной разработки на зарубежных фабриках, теперь анонсирует смартфон, у которого есть версия на собственном чипе Kirin 9000 на американском Snapdragon. В принципе, Qualcomm получил разрешение на продажу каких-то чипов еще год назад. Но на каких условиях, и главное, зачем все это было реализовано и именно сейчас, можно только гадать. Шаг ли это к примирению с США или это вынужденная мера изготовленная заранее, до введения санкций процессора Kirin уже заканчиваются, неведомо. Возможно, подсказка окроется в другой удивительной особенности новых телефонов, они не поддерживают связь пятого поколения. Про это на презентации говорили больше. Помянули те самые санкции и сказали, что были вынуждены убрать 5G-модем из своих процессоров. Дальше. Разумеется, пять минут рассказывали про то, что с помощью нейросетей, предиктивных алгоритмов, мастерства интеграции суифи 6-ти инженера Муауэй удалось из 4G выжать больше, чем иные из 5G получают. Но по факту это 4G-телефон, представленный в стране, где продажа двигает 5G. В том числе и потому, что Китай по этой части в первых рядах в большой степени благодаря Ауауэ, чье телекоммуникационное подразделение чуть не первым в мире начало массово строить сети 5G и на родине, и по всему миру. Собственно, с этой экспансией началась активная фаза противостояния, в ходе которой Вашингтон быстро наращивал давление, пока не использовал чуть ли не все свои инструменты. И во многих случаях отдельно подчеркивалась задача развести по разным мирам понятия Ауауэ и 5G. Возможно, именно на этом поле как-то и удалось теперь договориться, некие послабления в обмен на отказ от новой коммуникационной технологии. По крайней мере, в смартфонах. Впрочем, ОС все это точно не коснулось. Ауа и R50 и R50 Pro работают под управление собственной рмоной ОС 2.0. На презентации много говорили про новые иконки, шрифты и виджеты, но внешне это все очень что-то напоминает. Да и в целом злые языки утверждали, что мобильная версия Армона и ОС не то чтобы на 100% собственная разработка, и многое там, от открытой версии Android. Насколько это правда, рядовому покупателю, в сущности, не важно. Важнее то, что гугловских сервисов, магазиноприложений, платежной системы, картографии и прочее, там точно не будет. А без этого за пределами Китая рассчитывать на большие продажи смартфонов сложно. Да и внутри этой страны Армона и ОС предстоит еще непростой путь. На той же презентации было объявлено, что это ОС на свои старые телефоны накатили 40 миллионов человек. Для Китая еще недавно лидер этого рынка, цифра не очень впечатляющая. С другой стороны, не очень понятно, за какой срок и на каких условиях эти люди обновились. Что же касается собственно телефона, то его презентация была построена по классическому сценарию, будто за последний год ничего и не изменилось в мире. Сравнивали R50 с iPhone и только с iPhone, будто и нет других телефонов, и в каждом сравнении выигрывали. Много и вполне заслуженно говорили о превосходстве своих технологий в области мобильной фотографии, козырнули пары рекордных цифр, например 200-кратным зумом, ну и припасли, как положено, невероятную инновацию. Судя по описанию, на одной из версий, которая получила название динамический Blue Air, стекло на задней крышке будет с электрохронным покрытием, то есть способное менять оттенок по команде. А именно, при входящем звонке по задней крышке пойдут разводы. Что довольно мило, привлечет внимание в беззвучном режиме и не будет так раздражать, как практикуемое некоторыми в тех же целях подключения вместо звонка вспышки.